22 ноября в Саппоро стартует заключительный этап гран-при по фигурному катанию. Давайте узнаем, чего ждать от нового противостояния Алины Загитовой, Алены Косторной и Рики Кихиры в Японии. Японский Саппоро 22 ноября примет заключительный этап гран-при по фигурному катанию, по итогам которого уже будет определён окончательный состав участников финальных декабрьских соревнований в Италии. Саппоро выйти в решающий турнир сразятся лучшие спортсмены, набравшие максимальное количество баллов на этапах. Борьба за путёвку в Турин обещает быть нешуточной, особенно среди девушек. Претенденток на попадание в финал предостаточно. Так в Японии среди представительниц женского пола выступят три россиянки – Алена Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова. Примечательно, что Алена Косторная и Алина Загитова уже выступали на одном этапе во Франции. И тогда победу в вочном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне. Тогда молодая ученица Тутберидзе по всем параметрам превзошла олимпийскую чемпионку, выиграв обе программы, а по общей сумме обошла Загитову аж на 20 баллов. В Саппоро, очевидно, фавориткое противостояние вновь окажется Косторная, у которой в произвольной программе заявлены сразу два тройных акселя. Их же она успешно исполнила и во французском Гренобле, за счет чего и выиграла этап. Самодурова же на победу вряд ли будет рассчитывать. Техническая программа Софи серьезно уступает той же Загитовой. Достаточно упомянуть тот факт, что чемпионат Европы в Минске ученица Мишина выиграла только из-за чистого исполнения своих программ при падениях олимпийской чемпионки. Несмотря на сильные стороны Загитовой и Косторной, у них есть серьезный конкурент из Японии. При своих болельщиках в Саппоро выступит одна из самых талантливых фигуристок современности Рика Кихира. После серебра, завоеванного на этапе в Канаде, японка решилась на усложнение своей произвольной программы. И теперь заявка фигуристки выглядит весьма мощно. Так, свой произвольный прокат Кихира должна начать с четверного Сальхова, который ранее она исполняла исключительно на тренировках. Кроме того, у японки заявлены два тройных акселя, один сольный, второй в каскаде с двойным тулупом. Примечательный этот каскад тем, что ранее Кихира тренировала его не с тулупом в два оборота, а сойлером и тройным Сальховым. Однако, заявлять такую комбинацию на решающие соревнования, где на кону стоит путевка в финал, Рика не решилась. Впрочем, несмотря на громкую вывеску, отсутствие стабильности в прокатах японки никуда не делось. Фигуристка в последнее время зачастилась падениями и недокрутами на прыжках, что мешает ей полностью реализовать свой потенциал. От повторения этих недочетов Кихира не будет застрахована и Саппора. Сейчас в официальной заявке Рики в произвольной программе числятся квад Сальхов, тройной аксель сольно и каскад тройной аксель двойной тулуп, а также усложнение программы каскадами из тройных Луца и Тулупа, а также тройных Флипа и Сальхова. По базовой стоимости эта программа дороже произвольной программы Алены Косторной. Вопрос лишь в том, насколько Рика оправилась от травмы, полученной в октябре, и как она откатается. Во Франции Алена Косторная набрала 236, общая сумма из них 159,45, произвольная 76,55, короткая балла. Рика Кихира в Канаде 230,33, 148,98, 81,35 балла. Пока цифры в пользу Алены, но Рика обладательница мирового рекорда в короткой программе 83,97 балла, а усложнение прыжкового набора в произвольной даст ей возможность преодолеть отметку 160 баллов и дотянуться до рекордов Александры Трусовой. Также за Кихиру будут родные стены, да и 11,5 тысяч болельщиков на трибунах ледовой арены Макамонай сыграют свою роль. Так что в Саппера сойдутся достойные соперницы и все с нетерпением ожидают начала соревнований. Как выступит олимпийская чемпионка? Вопрос вторичный, ведь победа на этапе гран-при это не завоевание титула чемпионки мира или Европы, а Алина Загитова в Японии звезда огромного масштаба, одним своим присутствием собирающая стадионы. Пару недель назад цунами интереса вызвал анонс, что японская косметическая компания Shiseido 1 января 2020 года выпустит ограниченную серию помады Алина Рэд и теней Fire Street Shadow. Также японских болельщиков больше волнует не разучивание квадов самой титулованной ученицей Тель Тунберидзе, а вопрос, когда же Акито Ино Масару Загитовой вновь посетит родину. Летом Алина была принята премьер-министром Японии Синзо Абе и рассказала, что Масару боится летать в багажном отсеке, а в пассажирский салон ее не пускают. Вот, господин Абе ответил такой улыбкой, что стало ясно, рано или поздно этот вопрос принимающей стороной будет решен, и Масару с Алиной с комфортом прилетят в Японию. Может быть, уже на этапе в Саппоро Мася вновь выйдет на лед в пачке красной балерины на показательных выступлениях. Если вспомнить, что фигуристки будут не только купаться в любви фанатов, но и бороться за финал гран-при, то выпадание в любом порядке Загитовой, Кихирой и Косторной в первую тройку обеспечит всем трем спортсменкам путевки в Турин. Математические расчеты еще дают надежду Елизавете Туктамышевой. Ученица Алексея Мишина оказаться в финале, если Косторная займет место ниже пятого, а Загитова и Кихира обе ниже четвертого. Вторая подопечная профессора Софья Самодурова теоретически тоже может попасть в финал, если в Японии возьмет золото. Кроме Анны Щербаковой и Александры Трусовой, уже отобравшихся в финальный турнир, все остальные россиянки, участвовавшие в серии гран-при, в том числе Евгения Медведева, остались за бортом. И скоро мы узнаем, поедут ли 4А Хрустального в Италию в полном составе. Основное внимание местной публики будет приковано герою национального фигурного катания Юдзуру Ханю, 24-летний двукратный олимпийский чемпион в последние годы находится в кризисе и уже не обладает статусом лучшего фигуриста планеты, но в Японии болельщики продолжают буквально поклоняться таланту Ханю. Перед ним сейчас лежит едва ли не открытый путь в финал, особенно после победы на канадском этапе. Среди соперников Юдзуру, а точнее его конкурента в борьбе за золото, выделить особо некого. Борьбу японцу может навязать разве что американец Джейсон Браун, имеющий в своем активе серебровый скейт Америка 2019. Среди россиян же выступят опытный Сергей Воронов, а также Антон Шулепов и Макар Игнатов. Обсуждать данные кандидатуры, к сожалению, не приходится. 32-летний Воронов уже давно не претендует на высокие места, хотя имеет большой опыт. Шулепов во Франции и вовсе стал худшим среди всех остальных фигуристов, а вот Игнатов на предпоследнем этапе Гран-при откровенно удивил. Да, можно сослаться на то, что 19-летний фигурист взял бронзу на прокатах в Москве вследствие отсутствия конкуренции как таковой, а пьедестал на кубке Ростелеком был занят полностью россиянами. Однако Игнатов уже успел влюбить в себя публику. Если на попадание в финал не рассчитывай, то как минимум показать свою лучшую сторону в Японии он точно сможет. Хотя бы из одного факта прокатов на одном турнире вместе с Ханю, фанатом которого является россиянин. Когда я был маленький, то очень болел за Евгения Плющенко, а сейчас Юдзуру Ханю. Его любовь к фигурному катанию просто восхищает. То, что он делает и продолжает делать, потрясающе, цитирует Игнатова Риа Новости. Две из шести путевок в финал уже распределены. Их обладателями стали Нейтан Чен и Александр Самарин, а в Японии определятся четыре оставшихся финалиста-одиночника. Если сомневаться в победе на этапе двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю не приходится, то вот дальше может происходить разное. За три путевки сродятся ставшие вторым США Джейсон Браун, бронзовый призер французского этапа Кевин Эймос и медалист Кубка Расстрелекома Макар Игнатов. Завершение соревнований будет также ждать обладатель третьего и второго места этапа в Гран-при Дмитрий Алиев, набравший 24 очка. В Японии Игнатов заменил снявшегося с турнира Михаила Каледуа. И Макару для закрепления успеха нужен результат не ниже, чем в Москве, то есть минимум третье место. Два остальных участника от сборной России Сергей Воронов и Антон Шулепов неудачными выступлениями на предыдущих этапах лишили себя всех шансов пройти дальше. Тем не менее Сергей способен выдать сильные прокаты, ведь в 2017 он уже побеждал в Японии, а в 2018 году на этом этапе завоевал серебро. Также российской публике будет интересно понаблюдать за прокатами спортивных пар, которые в этом сезоне имеют экспериментальные составы. От России в Японии выступят две пары, чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галямов, а также Алиса Ефимова с Александром Коровиным, проводящие в совместном дуэте уже четвертый сезон. Добиться высоких результатов в этом году Ефимова и Коровин, правда, не могут. На этапе Гран-при Китая представители Санкт-Петербурга откровенно провалились, заняв последнее место. Что касается Мишина и Галямова, то для них дебют на взрослом уровне пока складывается удачно. Они сумели обойти своих соотечественников Дарью Павличенко и Дениса Хадыкина на французском этапе. Всего лишь на балл, который и подарил им золото. Удастся ли повторить свой успех в Саппоро, вопрос спорный, ведь там же выступят двукратные чемпионы мира, китайцы Суи Вензинь и Хань Цунь. Помимо того, что в их активе уже имеется победа на домашнем этапе, китайский дуэт также имеет более сильную техническую базу. На капу в Чайна 2019 Вензинь и Цунь набрали 228,37 балла, что на 20 очков больше, чем у Мишины и Галямова. Год назад японский этап выиграли наша Наталья Забияка и Александр Энберт, пропускающие серию в этом сезоне из-за травмы партнера. В текущем сезоне две российские спортивные пары Александра Байкова, Дмитрий Козловский и Дарья Павличенко, Денис Хадыкин, а также фигуристы из Поднепесты Чен Пен Янзинь уже вышли в финал сезона 2019-20. На четвертой и пятой путевке уже написаны имена получателей. Чемпионом мира 2019 Вензинь Цуй и Цунь Хань достаточно занять Японии любое из первых трех мест. Такая же ситуация у чемпионов мира среди юниоров 2019 Анастасии Мишина и Александра Галямова. Остается открытым вопрос только с последней парой. Евгения Тарасова, Владимир Морозов уже откатали свои турниры и теперь все зависит от выступлений их конкурентов Кирсен Молтарус и Майкла Маринара. Чтобы открыть путь Тарасову и Морозову, канадцы должны стать в Японии четвертыми, ну или третьими, но при условии набора суммы ниже 210,57 баллов. Личный рекорд пары 211,05 балла, а на Скейт Кеннадо 2019 они набрали 208,49 балла. Прогноз 1. Ожидание результатов будет нервным. И не стоит забывать, что карты фаворитам могут спутать Алиса Ефимова и Александр Коровин. Потенциал пары очень высок и если воспитанники клуба Тамары Москвиной справятся с нервами, то подиум может быть весьма неожиданным. Еще в одном парном соревновании в «Танцах на льду» препятствие россиянам на пути за золотом составит легендарный французский тует Габриэла Вападагис и Гиом Сизерон. Французам уже на протяжении нескольких лет никто не может что-либо противопоставить. С каждым годом Вападагис и Сизерон придумывают новые программы, которые дарят им очередные мировые рекорды. Учитывая уровень, российская пара Александра Степановой и Ивана Букина будут рассчитывать на серебро. Одна серебряная награда у Степановой и Букина в этом сезоне, к слову, уже имеется на этапе Гран-при США. Россияне уступили только американцам Мэдисон Хаббел и Захаре Донахи. На тех же прокатах выступил еще один российский дуэт, который завершит свои соревнования в текущей серии Гран-при Софья Шевченко и Игорь Еременко. На молодую пару ставку никто не делал и ранее, а после провала в Лас-Вегасе тем более. Редактор субтитров А.Семкин